Послание Отца Абсолюта 19 апреля 2023 года Взаимообогащение различных коллективных сознаний в процессе Перехода Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего предыдущего послания сегодня я хочу рассказать вам об энергетическом взаимодействии различных коллективных сознаний в свете Перехода Земли в Пятое измерение. По большому счету с ними происходит то же самое, что и с сознанием обитателей Земли, которые им принадлежат. Поскольку перейти вместе с вашей планетой на новый уровень развития смогут лишь чистые божественные души и их коллективное сознание, то все остальные представители низковибрационных цивилизаций, воплощенные в человеческих телах, биороботы и клоны в любом случае останутся за бортом. А что же произойдет с коллективным сознанием низковибрационных цивилизаций в момент Перехода? Конечно, они не исчезнут одномоментно, поскольку и сам Переход, как вы уже в этом убедились, значительно растянут во времени. Поскольку сейчас на Землю идет мощный поток высоковибрационных энергий, он оказывает огромное влияние не только на коллективное сознание человечества, к которому в основном относится звездный посев, но и на другие коллективные сознания, которые, напитываясь этими энергиями, также повышают свои вибрации. В результате этого начинают происходить очень интересные энергетические процессы, которые заключаются в невиданном доселе взаимообогащении. Давайте рассмотрим это на примере коллективных сознаний орионцев и людей. Что является самой сильной стороной орионцев? Прежде всего, их тяга к знаниям и умение анализировать факты и события. А сильной стороной людей является их умение сострадать и слушать свое сердце. Другими словами, у первых превалирует умственная деятельность, а у вторых – духовная составляющая. Но в результате общего повышения вибраций все эти качества у тех и других, так же, как и у их коллективных сознаний, проявляются в концентрированном виде, что позволяет делиться ими с другими. Так орионцы начинают использовать свои знания и умения не только в личных целях, но и на благо других людей. Это становится потребностью их души. Что же касается людей, то присущие им от природы душевные качества позволяют им мягче и терпимее относиться к окружающим, принимать их без осуждения, такими, какие они есть. Что сказывается самым благоприятным образом на тех же орионцах, которые, в свою очередь, отвечают людям взаимностью. Другими словами, между ними происходит не только энергетический взаимообмен, но и обогащение друг друга тем, в чем они сильны. Это самым благоприятным образом сказывается на коллективных сознаниях орионцев и людей, которые приобретают новый для себя опыт, а значит, эволюционируют. В результате, после перехода Земли в Пятое измерение, коллективные сознания орионцев и их души, воплощенные в настоящее время в человеческих телах, уйдут с вашей планеты уже на более высокий уровень своего развития, начав новый виток эволюции. Подобные процессы энергетического взаимодействия происходят и с другими коллективными сознаниями, что оказывает положительное влияние на всех обитателей вашей планеты и на их коллективные сознания. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта, сайт Возрождение.